Лукашевич Наталья Валентиновна, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории анализа информационных ресурсов НИФЦ МГУ. Наталья Валентиновна является главным разработчиком хорошо известного тезауруса RuWordNet, русскоязычного аналога WordNet и связанных с ним технологий. Вот одной из этих технологий посвящен ее пленарный доклад. Название вы уже, наверное, видите на экране. Наталья Валентиновна, прошу вас. Добрый день. Слышно меня? Слышно. Спасибо большое. Спасибо организаторам за приглашение рассказать о важной для меня работе, мне кажется, не только для меня, но и как раз для вот этой тематики соединения различных направлений в области исследования естественного языка, искусственного интеллекта. И как раз вот эта тема, она позволяет вот этот увидеть стык, один из стыков, скажем так, такой лингвистической части тех людей, также увидеть интерес тех людей, которые работают, направленные на представление знаний, и также тексты, направленные на извлечение знаний из больших корпусов текстов. Итак, действительно, проблематика представления знаний, она очень существенна в искусственном интеллекте, и также это такая устойчивая, важная тенденция в автоматической обработке текстов. И, в частности, вот здесь на слайде показаны те ресурсы, которые играют сейчас большое значение в разных направлениях обработки текстов. Ну, во-первых, это очень известный ресурс, лексико-семантический ресурс, называемый WordNet. Также на основе WordNet был сделан тоже очень известный ресурс в распознавании изображений ImageNet, то есть на структуру такого тематической сети WordNet были подсоединены картинки, и теперь на этом новом ресурсе обучаются очень сложные нейронные сети. Также знания очень важны в различных предметных областях для представления терминологии. В 2014 году компания Google объявила о применении специальных структур, графов знаний в информационном поиске. Сейчас мы можем видеть, как активно обсуждаются такие графы знаний уже на открытых ресурсах, таких как VikiData. И особенность текущего времени заключается в том, что все эти ресурсы для того, чтобы участвовать в обработке современных больших потоков текстовой информации, они должны быть очень большой величины. И возникает вопрос, что если ресурсы делаются вручную, то это очень большие затраты времени и усилий. И для многих является существенный вопрос, насколько вообще говоря, такие ручные ресурсы, ресурсы, представляющие, описывающие знания о языке, о мире, вообще говоря, могут быть автоматизированы современными подходами, статистическими, машинное обучение, нейронные теки. До чего, собственно, дошел прогресс, насколько можно такие ручные ресурсы воспроизводить. И план моего доклада состоит в следующем, что, во-первых, еще немножко я рассмотрю роль таких лексико-семантических ресурсов в автоматической обработке текстов и, собственно говоря, что может помощь или вместо них извлекаться из корпуса текста. Также мы увидим, что очень важны, конечно, такие семантические отношения, которые описаны в таких ресурсах. И далее я рассмотрю, какие основные методы сейчас имеются для извлечения отношений сексов. Прежде всего, это отношения, я буду рассматривать отношения, то, что я назвала таксономическое отношение, то есть отношения от более конкретных, специализированных понятий к более широким. Дальше рассмотрю, как тестируют вот эти вот подходы. И дальше расскажу о том тестировании, которое прошло в 2020 году для русского языка, когда нужно было к имеющемуся ресурсу припитать новые слова. Так вот, в лексико-семантических ресурсах прежде всего описываются лексические отношения между единицами языка, такие как синоним, гипоним, гипероним, то есть гипоним от более, как слов, более широким значением, да, с более к словам более узком значении. И на слайде показано, что, конечно же, эти знания, эти знания очень важны в тех большом количестве приложений, которые сейчас обсуждаются, интеллектуальные помощники, чат-боты. Если мы хотим, чтобы это общение, да, было на каком-то уровне все-таки такого понимания, то нужно знание о мире, об отношениях между значениями единиц языка. Ну вот здесь вот примеры, что какие выводы, если где-то говорится, что домашние животные запрещены, то системы должны делать вывод, да, что собаки запрещены, и это как раз переход от более общего к более частному. Ну, если кто-то ищет ресторан в Японии, то можно, значит, можно сделать вывод, что это ресторан и в Азии, но если кто-то ищет ресторан в Японии, то не стоит предлагать ресторан в Китае. И хороший ресторан, конечно же, не то, что плохой ресторан, хотя эти слова, может быть, по контекстам очень близки, как они употребляются в корпусе. Ну и также вопросно-ответные системы тоже требуют правильного понимания, правильного владения или хотя бы какого-то владения знаниями о языке о мире при ответе на вопрос. Также, опять же, мы много слышим о том, что много говорится о методах машинного обучения, о методах нейронных сетей в искусственном интеллекте, но вместе с тем, вот здесь показана статистика упоминаемости ежегодной от ресурса WordNet каждый год, и эта упоминаемость растет. Здесь вот на графике показано, на графике показано вот до 2016-2017 года, и здесь я еще дополнительно показываю, что каждый год ссылки в Google Scholar на WordNet увеличиваются, то есть очень много подходов, комбинирующих знания и как раз уже такие подходы на основе корпусов. Что же, собственно говоря, противодоставляется в каком-то плане вот этим вот ресурсам, то есть и так у нас действительно для того, чтобы создать большую-большую структуру, описывающую знания, действительно это очень трудозатратно. И в противовес этому, что можно делать, как это можно автоматизировать, как, не то, что как можно автоматизировать, как можно попытаться доставать похожую, скажем так, информацию из корпусов. Сейчас очень получил большое развитие подход, который представляет на основе корпуса текстов, на основе контекстов, позволяет представить слова в виде вектора чисел, да, например, векторы, это то, что называется, на детском это называется Word Embedding, или вот такой перевод векторное представление слов. Ну вот на этом рисунке как раз показана такая очень как бы симпатичная картина расположения близких по смыслу слов, когда мы видим, что действительно слова в некотором пространстве, пространстве, конечно же, большей размерности, но здесь оно вот показано в плоскости, как слова, которые представлены в виде в совокупности чисел, группируются в виде отдельных областей, и это означает, в принципе, что современные модели, ну как бы позволяют ухватывать некую близость, смысловую близость между словами. Покажу также еще несколько таких примеров, которые как раз стимулировали направление того, чтобы попытаться извлечь нечто похожее, создать нечто похожее на ручные ресурсы из текста. Ну вот, например, здесь я обращаюсь к известному сайту для русского языка, Рус Викторос, который как раз насчитал на корпусе русского языка и на текстах Википедии на русском языке, насчитал как раз представление слов русского языка в виде векторов, и теперь на основе вот этих вот наборов чисел может показывать близость между разными словами. Здесь я как раз вот задаю очень сложное слово поэтичность, да, что это такое, как это описать. И действительно модель выдает очень похожие, ну какие-то очень близкие по смыслу, скажем, слова, которые бы, может быть, мы очень тяжело бы нашли, и что это как-то близкие, то есть для нас это потребовалось какие-то сложные усилия, как это вот сформулировать. Ну, по крайней мере, модель вот в трех первых словах, в общем-то, выдает какие-то очень-очень близкие по смыслу слова, которые таким образом позволяют увидеть сходство, да, сходство по смыслу слов, которые выражаются совсем по-другому. Также несколько лет назад очень сильно прозвучала вот такая, ну как бы выглядящая как игра, игра в аналогии, с которой можно играть вот на таких векторных представлениях, что из-за того, что слова, близкие слова располагаются в своих областях, да, вот этого числового пространства, то можно играть в такую игру, что вот, например, здесь я задаю, я задаю, что если Москва столица, то Россия – это что? И модель некоторым таким, в принципе, числовыми просто арифметическими операциями над векторами выдается мне как раз, что тогда Россия – это страна и государство. То есть за счет чего это происходит? За счет того, что как раз, ну вот, в пространстве вот можно делать такие некоторые операции перемещения, и вот это оказывается возможным. Поэтому вот все такие интересные процессы, они дали новый импульс тому, что, может быть, даже и не нужны ручные ресурсы, может быть, даже можно все породить, ну или, по крайней мере, породить такие ресурсы из корпуса. Однако вместе с тем оказалось, что модель, которая насчитывает близость слов на корпусе, она, с одной стороны, иногда показывает очень симпатичные результаты, ну вот как было показано поэтичность, и здесь тоже есть поэтичность, но это другая модель, все равно, в принципе, характеризация этого слова очень неплохая. Но, тем не менее, вот можно увидеть, как модели, автоматическая модель, полученная как бы на корпусе, показывает, что там антоним, ну как бы, как самое близкое значение, это антоним, да, братание, похоже на брата-убийство. Или вообще есть какие-то схожести, которые, ну, трудно объяснить, что сифон это разбивание, здесь как раз показано такое, рассчитанное на корпусе, близость для слов такой средней частотности, которые вот могут уже, ну, как бы, не совсем хорошо, хорошо работать. Так вот, это получается, что вот, с одной стороны, слышится очень много слов о прогрессии, в частности, нейронных сетей, а с другой стороны, вот есть такие, есть такие, какие-то, конечно же, корпус всегда ограниченный, есть при извлечении, да, близости слов, мы видим, что есть ошибки, плюс на самом деле выяснилось, что такие модели, пытающиеся извлечь семантическую близость из корпуса, они, в общем-то, не очень-то хорошо могут различать разные типы отношений. Ну, вот как раз здесь это очень хорошо видно, да, что антонимы действительно очень часто употребляются в похожих контекстах, и из-за этого вот выходят вот какие-то совершенно такие странные близости. Поэтому возникает вопрос о том, насколько вообще, до чего достигают, могут ли автоматические системы воспроизводить какие-то, извлекать какие-то хотя бы отношения из корпусов. И здесь наиболее важным, то, что больше всего, на самом деле, обсуждается, это как раз извлечение отношений от общего, от более частного, более общему. И это отношение, оно может называться по-разному в разных ресурсах. Вот в лингвистических ресурсах обычно называется гипероним, в антологиях, в искусственном интеллекте может называться класс-подкласс, экземпляр-класс, и в принципе, что еще существенно для таких человеческих ресурсов? Существенно то, что обычно с этим отношением связано свойство транзитивности, да, то есть, что если там собака – это млекопитающее, млекопитающее – это животное, то собака – это животное. Это означает, что мы накладываем очень высокие требования на качество отношений, потому что если у нас есть хотя бы какая-то ошибка, да, то вот эта вот цепочка транзитивности, она может пойти совершенно куда-то нету, выводить совершенно нигде вывода. Так вот, действительно, в многих ресурсах это основное отношение, в ресурсах лексико-семантических, искусственного интеллекта, то есть именно с этого начинается такой, да, как говорят в англитке, да, бэкбон, такой базис, скелет ресурсов. И вопрос заключается в том, насколько, насколько удается это вот производить. Итак, какие же, в принципе, есть подходы по извлечению экономических отношений? Очень естественно, первая группа подходов, очень естественно, это написать какие-то шаблоны, да, то есть, что А – это Б, А является Б, и вот эта линия, она, на самом деле, хотя простая, она продолжает, на самом деле, развиваться. Второй как раз подход – это методы на основе векторных представлений. Вот я показала, что действительно очень много интересных взаимосвязей находится. Вопрос только в том, что удастся это здесь довести, доиспользовать, да, дотянуть метод до того, чтобы действительно предсказывалось конкретное отношение. Это тип отношений. Итак, посмотрим, что здесь в каждом из методов происходит. То есть, ну, действительно, извлечение отношений, ну, как бы, ну, что можно назвать, да, род ВИП, или там, дипоним, дипероним, очень естественно на шаблонах, и до сих пор ссылаются на старую работу Херс 92-го года, хотя, конечно же, такие идеи были во многих других работах. Ну, вот здесь показано несколько верхней части шаблонов, которые могут использоваться для извлечения отношений. То есть, Х или другие ИГРИКИ, ИГРИКИ, включая Х. Ну, эти шаблоны могут быть записаны на, как в линейной какой-то структуре, так и через синтаксические отношения. Ну, вот на этом слайде, хотя вот направление старое, да, и кажется, что здесь можно придумать, но на самом деле она развивается. Ну, вот здесь вот работа 18-го года, где очень много вложено в то, чтобы создать такие шаблоны на основе синтаксических структур. Ну, вот здесь вот получается, что можно извлечь, да, что музыкальные инструменты, изобретенные в Испании, такие как гитара, да, то есть можно извлечь отсюда, что гитара – это музыкальный инструмент, несмотря на то, что здесь, в общем, внутри достаточно много разных слов, структура с предложением достаточно сложной, но опять же мы видим здесь в последнее время прогресс в синтаксических анализаторах. Они стали значительно более качественные и более доступные для многих исследователей, практиков, и, соответственно, можно уже более надежно строить вот такие уже синтактические шаблоны, доставая нужное нам отношение из достаточно далеких частей предложений. Ну, также мы можем найти некую, ну, работы, которые посвящены шаблонам для русского языка. Ну, здесь вот одна из работ, которые достаточно подробно были выписаны на такие шаблоны, и плюс они еще при, ну, реально применили это к тексту и насчитали, сколько таких шаблонов они нашли. Ну, вот здесь вот тоже видно. Здесь пока просто истопили линейные шаблоны на регулярных выражениях, да, то есть никакой такой синтактической информации. При этом, конечно же, с любыми шаблонами, более сложными, более простыми, есть существенная сложность, которая заключается в том, что обязательно слова, которые мы хотим, найти отношения, они должны встретиться в одном предложении. Раз. Второе – это то, что все-таки они как-то должны быть, ну, более-менее все-таки правильно располагаться, то есть если мы, если склиниваются какие-то дополнительные слова, мы на это не рассчитывали, у нас шаблон не сработает, и мы отношения не найдем. Из-за этого получается, что какой бы корпус мы не взяли, все-таки вот это знание, которое мы извлекаем о словах на основе шаблонов, оно очень разрежено, то есть в общем-то относительно мало получаем информации об отношении вот этого рода, вид гипоним-гиплероним, да, из-за того, что требуем совместной встречаемости стеклов в одном предложении. Плюс, конечно же, они как такие шаблоны не работают идеально, и в любой момент к нам могут проникнуть все какие-то, ну, как бы случайные, неправильные, неправильные отношения, просто потому что они случайно, ну, так получилось, что они были выражены в наших шаблонах. Вот, поэтому, конечно же, как второе направление рассматривается, как раз направление того, что нам нужно бы поиспользовать как раз представление слов в виде векторных представлений. Мы видели, что векторные представления, они ухватывают некоторую близость. И вот вопрос заключается в том, как же нам из этих векторных близости извлечь, получить лучшее предсказание, скажем так, по-нужному нам отношения. Ну вот, одно из таких направлений, рассмотрю, два таких основных направлений, существенных направлений. Первое заключается в том, что если у нас есть два слова кандидата, то есть представленные в виде каждой и в виде совокупности значительных этих чисел, то есть вот здесь х, это, допустим, кандидат гипонимы, и гиперонимы, вот, мы можем попробовать некоторые, ну, отнестись к этому как к некоторым признакам и попробовать на сочетании признаков предсказать, являясь, ну, то или иное отношение. То есть, ну, вот здесь вот написано, что мы можем, итак, у нас каждое слово, это набор чисел, вот этот вектор числовой, мы, например, можем их склеить вместе, получится два вектора и попытаться на этом предсказать, обучить госфикатор, то есть применить машинное обучение для того, чтобы предсказать, может ли быть между ними нужное нам отношение. Или вот еще тоже, наоборот, может быть, надо вычесть эти два вектора из друг друга и на разнице предсказать, может ли быть, как бы вот, может ли между этими словами быть нужное нам отношение. Первые результаты показали, на самом деле, очень высокий уровень предсказания, правильных отношений. Вот здесь вот я написала 70% Экерос. Экероси – это просто доля правильных предсказаний по отношению к тем предсказаниям. То есть 70% кажется очень уже высокой величины. Но прежде чем я расскажу, что там оказалось очень интересное явление, скрывается за эти цифры, и прежде чем я к нему перейду, я рассмотрю еще очень интересный метод, который тоже захватил такой интерес к себе. Называется projection learning. То есть это обучение, как бы преобразование. Что такое вот, ну или проекция, да, что такое вот эта проекция? Вот я показала как раз на примере, и сейчас еще раз это показано, что вот как Москва столица, то Россия, что страна. То есть это за счет того, что в вот этом числовом пространстве слова располагаются в некоторых регионах, то можно как бы искать вот это перемещение в этом числовом пространстве, которое дает, которое, ну то есть обучить, куда нужно, собственно, перемещаться, чтобы получить гипероним для слова. Но здесь показано для отношения как раз часть целая, для, ну или точнее, страна-столица, да, что оказалось, что в пространстве числовом страны лежат на некотором одном месте, столица в другом, и можно просто выучить вот это преобразование, ну как только, настроить его, да, чтобы вот и перемещать. И вот та же самая идея была предложена вот в этом интересном методе, то есть попытаться предсказать вот такое перемещение в пространстве, вот в этом векторном пространстве для отношения гиппонии и гиперонии. Вот, действительно в работе было проведено, оно показало, да, действительно, что в некоторых случаях удается найти хорошее такое перемещение, но оказалось, что, ну здесь вот, пример из исходной работы, что перемещение гиппонии в гиперонимов, оно как бы работает, видите, работает, но как бы для разных групп слов оно разное. То есть вот здесь вот показано, что что-то какие-то морские, да, животные, они имеют, действительно, они в каких-то близких пространствах расположены, и можно действительно перемещением искать вот это отношение гиппонии и гиперония, но это такое же преобразование, такой же перенос как бы не работает для людей, и у людей какое-то вот свое движение в сторону между гиппониями и гиперониями. И вот там же еще была следующая серия работ, которые предлагали, что сначала нужно сгруппировать близкие по смыслу слова, ну то есть вот животные, какие-то профессии людей, а затем искать преобразование, потом для них искать такое преобразование от гиппонии в гиперонии. То есть это вот действительно новые подходы, которые существенным образом используют вот эти вот секторные представления, их особенности. А теперь я вернусь тоже к интересным таким работам, связанным, что, ну как бы оказалось, что вот эти 70% достигнутых предсказаний на основе машинного обучения, предсказаний отношений к гиппонии и гиперониям, они оказались очень получены, очень интересным путем. Оказалось, что на самом деле машинное обучение обучалось не предсказывать отношения между конкретными словами, а подникло такое явление, называлось в работах, это было названо lexical memorization. То есть оказалось, что наборы данных, ну как у нас получается, у нас в языке, да, что есть какие-то типовые слова, которые являются гиперонимами для большого количества слов, да, то есть как у нас животные, какие-нибудь здания, профессии. И оказывалось, что в тех наборах данных, которые были созданы в тот момент времени, что действительно очень много, это самые простые отношения, да, их очень легко извлечь, вот, отношения с животными, ну, что есть животные. Оказалось, что на самом деле модели просто напоминают то животное, когда оно появляется в паре, скорее всего, оно хорошее гипероним, и оно просто выучивало не то, чтобы конкретную классификацию пары, а выучило просто, что вот животное здание, профессия, это хороший гипероним, и когда есть хоть какая-то малейшая возможность, надо его выдавать, что эта пара подходит. Вот, и вот была, да, серия работ, которая, ну, как бы, дезавуировала в каком-то плане вот эту вот высокую величину, потому что оказалось, что не совсем то предсказывается, что мы хотели, собственно говоря, дать. Кроме того, первые наборы данных, которые появились, они как были устроены, ну, вот здесь показаны наборы 2010-2014 года, это, как раз, наборы, которые, это наборы пар отношений, которых есть отношения к гиппоним-гипероним, и какой-то набор негативных, то есть есть позитивное множество правильных, ну, как бы, правильных отношений, и набор отношений, которые не являются вот данным, набор, это пара слов, которые, между которыми нет данного отношения. Вот, если посмотреть, то здесь мы видим следующее, что, в общем-то, наборы, ну, большинство, ну, вот первый набор, да, здесь позитивное сопоставимо с негативным, ну, вот в этом наборе, вот, в 10 раз меньше, чем позитивно, чем негативно, остальные все, вот здесь вообще равное количество и позитивных, и негативных примеров. Почему я обращаю на это внимание? Потому что, по факту, когда мы, конечно же, извлекаем что-то из корпуса, и хотим классифицировать, является ли отношение к гиппоним-гипероним, или всем остальным, то, конечно же, у нас негативных примеров намного больше. Да, поэтому, вот, как раз из-за того, что наборы небольшие, и получается, что там машины обучения что-то там может запомнить просто. Вот, это было замечено, вот эти проблемы, да, с запоминанием, с маленькими наборами, и вот в восемнадцатом году на международной конференции HEM-EVAL было организовано другое, другой тип, скажем так, тестирования. Они назвали это тестирование Discovery так, ну, как бы, открытие гиперонима, извлечения, скажем так, гиперонима. То есть, идея заключалась в том, что задан некоторый корпус, для всех одинаковый, для заданных целевые слова, и нужно для этих целевых слов по этому корпусу извлечь все возможные, как бы, гиперонимы. Гиперонимы, ну, как бы, правильный ответ, и брали из нескольких ресурсов, вот здесь написано варнет, итальянский ресурс, вот как раз викидата, и были еще специализированные наборы данных, это медицина, это музыка. Задача ставилась в том, что модель должна предсказать упорядоченный список кандидатов гиперонимы, так, чтобы, ну, то есть, чтобы лучшие ответы лежали в начале, в начале упорядоченного списка. Ну, то есть, то, что это называется задача ранжирования. Еще раз, система должна создать список кандидатов гиперонимов, и организаторы оценивали качество на основе, именно как задачи ранжирования, то есть, чтобы, ну, насколько гиперонимы близки к началу ранжирования. Из тех ресурсов, которые были использованы, были взяты гиперонимы практически на все уровни. То есть, если у нас какой-то пузель, то правильный ответ будет и собака, и животное, и млекопитающее. И вот все это надо предсказать, причем как можно ближе к началу списка кандидатов. Меры качества, ну, они, в принципе, существенные. То есть, это меры здесь следующие. То есть, ну, во-первых, ну, проще, может быть, понять МРР. МРР – это просто обратная величина первого правильного ответа. То есть, если система правильно нашла правильный гипероним на третьем месте, то это будет 1-3. И потом усредняется по всем словам, которые предложат. МАП – это средняя точность. Это средняя точность в момент прихода правильного ответа. То есть, если мы получили, если система нашла два правильных ответа, скажем, на втором месте и на десятом, то получается, что средняя будет там 1-2 плюс 1-5. То есть, если вот это МРР считает, насколько первый правильный ответ близок к началу, то вот эта третья точно считает, насколько все правильные ответы близки к началу. Во-первых, ну, какой подход победил? Победил в этом тестировании, победил комбинированный подход. То есть, они много... Победитель много внимания уделил и шаблонам. Шаблоны были и для отношения гипоним-гипероним, и для когипонимов. То есть, когда вот, например, запятыми разделены, да, то есть, возможно, что это вот гипоним одного и того же гиперонима, плюс применили вот этот современный метод обучения проекции процессу лёнинг. То есть, вполне себе такой современный подход на момент 2017 года. Какие же результаты получились? Ну, вот как раз, ну, вот сюда посмотрим, это лучший результат. Значит, в одном, во-первых, отдельно делалось для таких имен, это именованные сущности, это неименованные. Получилось, конечно же, имена, в принципе, легче предсказать, как у них гиперонима. Вот здесь вот можно смотреть на этот МРР. МРР, получается, это первый, первый правильный, как бы, 51, это получается 1, 2, то есть, где находится первый правильный ответ. То есть, для именованных сущностей, в среднем, первый правильный ответ находится на втором месте. Для неименованных, первый правильный ответ находится дальше, чем на третьем месте. Ну и в среднем вот как раз где-то на третьем месте выдается правильный гипероним. То есть в принципе получается на текущий момент получается, что все-таки все вот эти, здесь тот прогресс, все-таки предсказание гипероним, правильно гипероним в среднем на третьем месте все-таки не позволяет генерить, порождать ресурсы ручного качества до нуля просто из корпуса. Ну то есть если вообще оценивать в целом, то для общей области достаточно низкие результаты именно с точки зрения того, что насколько это уже можно использовать для порождения ресурсов. В конкретных областях у них получилось результаты повыше вот в этой музыке и медицине, но возможно там были менее разработанные, менее разнообразные наборы данных. В этом году, посмотрев на все происходящее, нам тоже стало интересно попробовать понять, что, поисследовать вопрос за русского языка. Единственное, что увидев, что совсем с нуля породить ресурсы достаточно сложно, мы все-таки попробовали сделать, поставить задачу по-другому для тестирования и провести действительно такое открытое тестирование. Задача ставилась так, что если у нас уже есть какая-то заготовка, есть уже достаточно большой ресурс, то можем ли мы и с каким качеством приписать, достроить нижний, обычно нижний уровень, нижний уровень гипонимов к существующему ресурсу. То есть, каким качеством это получается? Это задача была поставлена в конце 2019 года и была представлена на конференции «Диалог». Итак, задача я ставила следующим образом, что у нас есть опубликованный ресурс в формате WordNet, называемый «RowardNet». И у нас уже подготовлена, готовится новая версия этого ресурса на больше чем 130 тысяч слов. Сейчас опубликовано 110 тысяч слов о выражении. То есть, у нас уже есть некая эталонная экспертная приписка гиперонимов для слов. И значит, пока мы это еще не опубликовали, мы можем использовать это для тестирования. То есть, это большой такой эталонный набор. И задача тестирования, задача участников – это предсказать гиперонимы не на всю, не на любую, как бы, не на всю иерархию доверху, да, а приблизительно предсказать то место, куда бы рекомендовалось эксперту вставить вот это вот слово. То есть, правильным ответом считается либо непосредственно ближайший синтет гипероним, либо гипероним-гиперонима. То есть, гипероним второго, как бы, порядка. Да, то есть, как бы мы исследовали помощь, скажем так, эксперту, чтобы система подсказывала, в какое место нужно вставить, нужно вставить наш гипероним. Ну, вот здесь картинка из интернет-версии RuWarnet, ну, показан велосипед, однокоренные слова, связь с английским Варнетом и гиперонимы. Большим количеством вот сделано разных вариантов, словосочетаний и так далее. И это тестирование было организовано тоже на таких современных системах, системе Кадалаб, когда люди могут подавать свои прогоны, и система автоматически выдает им ответы, они могут экспериментировать. Затем открывается в некоторый момент уже, как бы, такой тестовый набор, и дается ограниченное время, чтобы люди подали, подали свои прогоны уже для, как бы, зачетной ассистировки. Так вот, что было сделано, были выданы следующие наборы. Значит, здесь набор получает, вот паблик тестер, это то, на чем нужно тестировать, то, на что можно экспериментировать. Правит тестер, это как раз то, на чем нужно, на чем, на чем нужно показать результаты. И так мы видим, что здесь есть существительные, нужно для существительного предсказательства к гиперониму и для глагол. И так же было сделано специальное обучающее множество для того, чтобы обучать, ну, как бы, на самом, у самого дезауруса, из доступных ресурсов, ну, и для самых нижних слов, как бы, вытащенные гиперонимы, чтобы можно было настраивать модель. Давайте посмотрим, какие слова надо было встроить. Ну, вот это, ну, просто по алфавиту слева на русском языке, слева, извиняюсь, существительные. Справа глаголы. То есть здесь видно и такие достаточно научные какие-то термины. И вон, внизу, айпад, что-то новенькое, да, и айран, это такое специфичное глаголы тоже, на самом деле, вот некая уже такая, ну, такие относительно низкой, скажем, частотности в корпусе. У нас возникает, ну, как бы, значит, каким образом их можно предсказать. Так вот, результаты, какие полученные, ну, достаточно было много участников, около 20 для России, достаточно много. Вот здесь сделан, показан бейзлайн, это просто на такой векторное, кроссвекторное представление для существительных. Здесь вот получается первый правильный ответ, вот опять смотрим сюда, это где-то между, между первой и второй позицией, да, то есть средний правильный ответ находится для существительных здесь. Значит, что вот этот первый участник смог использовать? Он использовал большое количество информации, включая ликшенери, включая выдачу поисковых систем и гугла, яндекса. То есть это действительно такой навороченный, навороченный подход, вот которым он выжил из, как бы, из автоматических методов, вот это вот предсказание между, между первым и вторым позицией. Ну, вот, а для глаголов это очень интересно, результаты получились хуже, лидер несколько другой, ну, вот где-то на среднем правильный зиппероним предсказывается на второй позиции. Если сравнить, если сравнить в итоге, что получилось у нас, и что было в тему ВАЛ, у нас получается, ну, как бы видно, что разница очень большая. Здесь, здесь у нас, что мы видим, что лучшие результаты, да, в общей области, это вот МРФ, первая правильная позиция, где-то, вот, на третьем месте. Здесь у нас получается сильный, сильный двиг к позиции, ну, такой позитивный. За счет чего это? Ну, прежде всего, за счет того, что мы не генерили с нуля, да, а пытались нечто уже достаточно конкретное приписать к существующему ресурсу. И людям был выдан этот руварднет, и они могли использовать все, что описано уже в руварднет для, и в качестве обучающего множества, и движения по отношениям для того, чтобы, для того, чтобы найти правильное, правильное гипероним. То есть, кажется, что все-таки существенно не создавать ресурсы с нуля, а, может быть, как-то модифицировать, адаптировать их, пополнять, чтобы это было более эффективно. Также было проанализировано, проанализировано выдача лучших автоматических систем и того, что приписано в автезаурусе. В некоторых случаях есть идеальное попадание. В случае селфи кажется, что это правильно, но так получается, что по иерархии это высоковато оказалось. Вот это вот изображение, что это портреты, это фотографическое изображение, а изображение уже по иерархии выше, чем мы хотели получить, мы хотели более концентрированно быть. Ну, а кэшбэк с ним сложно, машина предсказывает скидка, но по факту это какой-то возврат, который приходит в скидке. Ну, вот сейчас в автезаурусе это не описано, как скидка, ну, по крайней мере, скидка, как бы не кажется, что это непосредственный дипероним, но это вот уже можно обсуждать, насколько можно здесь что-то изменить. Я прибегаюсь к концу и последние буквально слайды, которые, может быть, тоже интересно подумать вот о чем, что может быть действительно любые ручные ресурсы, они могут содержать какие-то ошибки или может быть что-то, что изменилось. То есть, если мы делаем что-то в течение длительного времени, за это время произошел какой-то прогресс и что-то изменилось, там, телефоны перестали быть проводными или стали не только проводными и что-то такое. И возник вопрос, а можно ли потестировать заранее, посмотреть, поискать какие-то проблемы в дезаурусе, в частности в гиперонимах с помощью вот этих дистрибутивных моделей, насчитанных на код. И действительно, вот я попыталась сделать исследование, взяла одну из таких моделей, посмотрела, сейчас секунду, вернусь сюда, то есть мы что делаем, мы берем слова, для которых модель дает очень высокое предсказание, и это предсказание очень сильно отличается от того, что есть, я сказал, и я пыталась посмотреть, действительно, дает ли нам что-то новое увидеть. Ну вот, смотрите, последний уже русский слайд, то есть вот модель, современный новостной корпус, 2 миллиона документов, модель предсказывает, что ларь, это денежная единица, действительно есть грузинский ларь, в тезаурусе описано как ящик, то есть не описан ларь как единица, модель нам показывает, что есть еще одно значение. Азбек нам пишут, модель нам пишет, что это город, а не просто какой-то материал, то есть тоже показывает второе значение. Барнаука была описана как житница города, нам модель говорит, что реки, Барнаука как река, встречается чаще. Ну, также есть всякие такие интересные ошибки самих корпусных моделей, то есть мы пока не можем им доверять, достаточно такой. Но все-таки некоторые интересные правки были обнаружены, такие проблемки, да, были обнаружены, вот, по крайней мере, дополнительные значения могут быть рассмотрены и как-то реализованы. Ну, в частности, модели предсказываются из корпуса, что Бруктон это город, а не район, что трилогия это фильм, но мы понимаем, что это не всегда фильм. То есть, ну, мне кажется тоже, что это интересное направление к помощи, использованию, как бы, результатов, вот, расчетов на корпусах для улучшения качества рисунков. Ну, и, собственно, все, последний слайд, что все-таки мы видим, что, несмотря на прогресс, возможности современных систем построения таких ресурсов ограничены, но мне кажется, что очень важно развивать методы, которые помогают, помогают пополнять ресурсы или настраивать, настраивать ресурсы на конкретной области, и тогда, в общем-то, может быть, можно будет такие трудозатратные ресурсы использовать более эффективно. Все, спасибо за внимание, у меня все, очень жду ваших вопросов. Спасибо, Наталья Валентиновна. Переходим к вопросам и, возможно, обсуждению доклада. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Есть вопросы, можно? Да, конечно. Наталья Валентиновна, спасибо за прекрасный доклад. Но все же по поводу метода построения таксономии. Как вы знаете, есть вот обширное исследование в области анализа формальных понятий, которые и по табличным данным строят таксономии, и может по сложно структурированным данным это делать, например, по всяким графам, которые представляют тексты. Что вы скажете на этот счет? Ну, как-то вот видите, в тех обзорах, которые, в тех литературе, которые я читала именно с корпуса текстов, извлечения, гиперлониум, вот как-то, ну, видимо, это все-таки пока вот это направление формальных понятий относительно извлечений из корпуса текстов, видимо, но пока не соединились они вместе, то есть не так они видны существенно вот на тех тестированиях, которые проводились. Ну, возможно, что это следующие какие-то садилии, комбинирование вот такого рода подходов, применения, ближе вот именно к корпусам текстов. То есть вот пока что на тестированиях, которые проводились, ну, как бы, на, по крайней мере, на высоких позициях, вот эти методы не замечены, возможно, что что-то надо еще поделать в этом направлении. Спасибо. Еще вопросы? Ну, да, вот здесь вот пишут, что, ну, как переводить ворд-эмбединг векторное представление, ну, да, это, ну, вот, сейчас, мне кажется, эмбединг уже все больше входит в речь. Здесь, мы пытаемся писать все-таки на русском языке, в русском языке, то все-таки на русском языке в журнал, и, наверное, все-таки мы пытаемся писать все-таки. Да, тут у меня, да, я читаю, да, что, в счастье, что есть, да, поправка, значит, Ларри, да, ну, понятно, ну, морфология этого не знала, но, по крайней мере, она подсказала, что есть проблемы с Ларри-Ларри, и это надо как-то отражать. Поправка. Давайте там следующее замечание насчет заказов кооперации, интересно, что вы ответите? Ну, да, то есть у нас, как получается, что у нас есть ресурс, который, ну, этот, который здесь не упоминался, это за Уртроцесс, который мы делали для, для, как раз для корпорации, для всяких заказов, для всяких работ по представлению знаний в разных областях, как раз РУВАРНЕТ мы сделали для такого исследовательского направления, поэтому, ну, вот по всем, по всем и по нашему исходному ресурсу РУТЭС и по РУВАРНЕТ, ну, конечно же, любое сотрудничество, оно приветствуется и заказывает. Ну, если можно, я тоже хотел бы задать вопрос, если у нас несколько минут еще есть. Значит, первый вопрос такой, вот все-таки эти системы какие-то полезные подсказки экспертам дают, и вот вы их уже учитывали, пополняли РУВАРНЕТ, и планируется ли, ну, или когда планируется, скажем так, публикация новой версии? Да, мы на самом деле сейчас доделываем, и все, что замечено, конечно же, интегрируется и описывается, и значения уточняются, и мы ожидаем, что новая версия РУВАРНЕТ, вот, приблизительно на 135 тысяч слов и выражений, она будет доступна исследователям, ну, наверное, в начале 2021 года. Поэтому все, все тестирования были использованы на улучшение качества того, что сейчас есть. Понятно. И еще у меня один вопрос по технологиям используем. Ну, вот вы приводили примеры ошибок там с сифонами, с братанием, потом с переобучением. А вот скажите, пожалуйста, и в ваших исследованиях, и вот в том соревновании, которое в рамках диалога проводилось, какие в системах все-таки интересно применялись технологии? Вот в первую очередь меня интересует вот какой вопрос. Вот где-то пару лет назад появилась технология БЕРТ, которая рассматривается как, ну, можно сказать, революция в области применения нейронных сетей для обработки естественного языка. Вот, ну, и с тех пор она еще была усовершенствована. Вот в этом направлении что-то пытались вы использовать? Там есть специальная техника, дроп-аут, например, для борьбы с переобучением. Ну, вот, действительно, когда технология БЕРТ стала применяться, то очень много стали исследовать. Но дело в том, что БЕРТ дает как бы контекстуализированное представление слова, да, то есть слово в контексте. Здесь нам практически нужно предсказать гипероним для, ну, как бы, бесконтекстного, такого типового употребления слова, да, и вот как раз в нашем тестировании, которое вот в рамках биологов проводилось, выяснилось, что все пытались, все пытались, и только один участник смог прикрутить как-то вот этот БЕРТ, как уже некий дополнительный признак, да, то есть те, кто пытались в основном полагаться на БЕРТ, ничего хорошего не получили, а те, кто вот один участник, он в ряду с другими признаками использовал также признак от БЕРТа, и там он получил улучшение. То есть вот оказалось, что ситуация такая, вот этого контекстного, внимание к контекстному, да, представлению оказалось, что вот для такого общего вывода, по крайней мере, на текущий момент пока как-то не получается БЕРТа положиться и выдать что-то вот такое, более надежные БЕРТа. А можно мне вопрос еще? Алло. Да, можно? Наталья Валентиновна, спасибо большое за очень интересный доклад. Если реализовать автоматизацию пополнения лексико-сематических ресурсов, то какая Ваша оценка, какой минимальный временной шаг для осуществления пополнения? Насколько это динамический или там дискретный процесс? Меня интересует возможность оценивать эволюцию связей семантических и изменения смыслов в итоге такого автоматического накопления пополнения. С каким шагом это можно было бы делать? Я немножко в сторону. Сейчас действительно очень много работ, безотносительно к тезаурусам, которые берут, вы можете поискать диахроник, вот эти вот инвизинксы, и найдете, что сейчас очень много работ, которые действительно берут разные временные интервалы, текст разного времени, и смотрят вот эти разные векторные представления, и смотрят, пытаются найти, как между этими представлениями найти такое соответствие и предсказать новые значения. То есть вот это очень интересная сейчас линия, которая существует. Вот. Ну, что касается относительно тезаурусов, ну вот я про это, может быть, меньше думала насчет того, что как это по времени именно исследование языка, но вот мне кажется, что очень интересно посмотреть перенос, скорее как, мы очень это можем увидеть при тех случаях, когда, например, у нас есть ресурс, и нам нужно посмотреть, что полезного в какой-то области, да, то есть, ну, нам нужно, например, я не знаю, для анализа текстов, ну, скажем, финансовых, например, да, понятно, что в общем ресурсе что-то есть полезное для анализа финансового текстов, а может быть, что-то и не очень. И вот, например, здесь очень редко можно увидеть, что нужно что-то нарастить, а нужно что-то, может быть, какие-то связи нужно убрать, и вот это вот интересный вопрос именно настройки, и сразу вот за один шаг нужно будет увидеть, что, ну, как бы, что-то надо существенно сделать, мне кажется, интересно вот это направление. Коллеги, у нас вообще время доклада уже истекло, и время обсуждения. Давайте поблагодарим Наталью Валентиновну, как нам это сделать, в какой форме. Спасибо.